МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Сквозь призму» в студии Народного телевидения Маргарита Брык. Здравствуйте! Открою вам секрет, на этой неделе мы планировали подготовить к эфиру программу, посвященную нашим обывательским проблемам со здравоохранением в наших двух городах. И на этапе подготовки программы затронули эту болезненную тему на брифинге для СМИ в мэрии города Апатиты. Журналистов, естественно, интересовало то, насколько власти владеют информацией о происходящем на территории города. Реакция главы администрации. А, впрочем, смотрите. Ну вот, замечательно. Вы вот бросили фразу «терапевтическое отделение уходит в Кирос». Вы уверены в этом? Задайте вопрос Ширяеву. Вот у меня нет информации, что терапевтическое отделение уходит в Кирос. Уведомления есть разные. Задайте вопрос Ширяеву. Он разве уходит от этого диалога? Если он уходит, я готов с ним разговаривать о том, что от диалога может быть и через день. Не надо уходить. А наладится эта ситуация? Безусловно, наладится. С минимальными потерями, если на ней перестанут набирать политический капитал. Это же элементарно. Это азбука. Если бы я хотел быть депутатом областной думы, я бы только за счет этого избрался. Поверьте. Поверьте. Только за счет этого. Вы сами внутренне придите в себя. Нам очень легко потерять даже то, что есть. Мы должны реально на вещи смотреть. А реальный взгляд на вещи заключается в том, что нет перспектив иметь здесь 300 тысяч. Нет перспектив возродить легендарный апатит в строй. Он просто не нужен. И в области всего осталось 730 тысяч населения. Да, Николай Алексеевич, все правильно. Хочешь найти проблемы в городе Апатиты, расскажи про медицину. Но и не трогать эту тематику мы не можем. Потому что проблемы есть. И все это знают. Не на прогулку. Уже на прошлой неделе в нашу объединенную больницу приезжали с рабочим визитом вице-губернатор Инна Погребняк и министр областного Минздрава Валерий Перетрухин. Однако есть резон и в словах главы Апатитской администрации. В общем, мы решили взять короткую паузу, присмотреться к происходящему внимательнее, задать дополнительные вопросы главному врачу АКЦГБ и вернемся к этой теме на следующей неделе. Тем более, что сегодня на повестке дня не менее актуальный вопрос. С 1 июля в Мурманской области выросли тарифы для населения на такие коммунальные услуги, как свет, вода и отопление. Суммарный рост платежей за все эти ресурсы для кировчан составит почти 6%. А Апатитчане за все коммунальные ресурсы вместе взятые теперь будут платить больше на 9,5%. Чтобы понять, почему цифры такие разные, кратко напомню, о чем мы вам рассказывали в конце прошлого года. Ежегодно правительство Российской Федерации устанавливает для регионов страны максимально допустимую планку на рост совокупного платежа населения за все коммунальные ресурсы вместе взятые на следующий год. В прошлом году, согласно двум постановлениям федеральных властей для Мурманской области, суммарная оплата за ресурсы предельно должна была увеличиться не более чем на 6%. Однако, по прогнозам Минэкономразвития на этот год, процент инфляции практически в два раза превышал эту цифру. Вот почему губернаторам нашей области осенью прошлого года было издано распоряжение, согласно которому определить цифру предельно допустимого роста на совокупный платеж все муниципалитеты региона должны были самостоятельно. Депутатами города Апатиты эта планка была установлена на уровне 10,3%. Кировчане установили планку на рост суммарного платежа на уровне 7%. Почему так получилось рассказывать долго, да и ни к чему? Для всех, кому это важно и нужно знать, наш телеканал сохраняет цифровой архив на Ютубе, и вы в любой момент можете найти в интернете и посмотреть программу «Сквозь призму» от 4 декабря прошлого года, посвященную как раз этой тематике. А итог всей этой предыстории наступил сейчас, и мы это увидим в квитанциях уже за июль. Суммарный рост платежей за все ресурсы, на первый взгляд, незначителен. Отчасти потому, что плата за газ, например, не изменится вообще. Незаметным будет и увеличение стоимости электроэнергии. А вот вода и отопление подорожали. Мы очень серьезно сдвинули планку по электроэнергии. Вместо 8% порога, о котором нам ФАРС говорит, мы долго сопротивлялись новым правительством губернатора, утвердили 1%. Вместо 8% это раз. Газ не поднимали 2%. Итого по Кировску совокупная плата максимально изменится на 6%. Все четко с федеральными параметрами. И более того, добавлено, начиная с 2017 года, мы тепловую энергию не повышаем по городу Кировску вплоть до 2022 года. То есть в этом году плата увеличилась в последний раз? Да. В последний раз, но до 2023 года она не изменится в части тепловой энергии. Это основная часть. Часть тепловой энергии не изменится. В части работы с водоканалом мы будем работать, оптимизировать. Но какое-то незначительное, наверное, изменение будет происходить. Но не забываем, что 80% это тепло. С остальным мы как-нибудь уж справимся. Но это по Кировску. В Кировске на ближайшие 5 лет тариф на отопление заморожен. При этом стоимость 1 гигакалории тепловой энергии для кировчан даже при 6-процентном росте составляет чуть больше 3000 рублей. Апатитам повезло больше. Потому что даже при 9-процентном росте теплоэнергия для апатичан стоит почти в два раза дешевле. При этом нужно помнить, что тариф на отопление в апатитах установлен только на один год. И в следующем году наверняка изменится. Но зато в ближайшие 12 месяцев апатичане за 1 гигакалорию тепловой энергии будут платить чуть больше 1750 рублей. Социальная несправедливость, конечно же, очевидна. Кировские апатиты находятся рядом. Ведущие ресурсники на два города одни и те же. Апатитская ТЭЦ и Апатиты Водоканал. А тарифы на воду и отопление разные. И суммарно за все ресурсы вместе взятые мы тоже платим по-разному. Трудно понять. Еще труднее это объяснить. Тем не менее, даже чиновники понимают, что в отношении потребителей такого быть не должно. Просто над этим нужно работать. И это работа законодателей. Нет, такого быть не должно. Должны хотя бы, как электроэнергия. Электроэнергия единая на всей территории. Вопросов никого нет. Наверное, наш выход, чтобы был региональный единый турист на тепло, но такое не позволяет нам законодательство. Оно в этом не усовершенствовалось. Наверное, не дошли еще до этого. До этого не дошли. Но зато теперь региональные власти могут решать, платить нам за отопление летом или не платить. Буквально на днях, а точнее 29 июня, правительством Российской Федерации принято постановление за номером 603, согласно которому до 1 октября все регионы нашей страны должны определиться с тем, каким способом население будет оплачивать отопление. Равными долями в течение всего года или исключительно в отопительный сезон. По-разному люди смотрят на это. Кто-то говорит, хочу по факту, но как только начал платить по факту, быстрее бежит, хочу по 1.12. Ну, это недавно в Мурмашах вот я живу, только, ну, недавно случилось. Не тянул в январе платеж. Кто-то, когда этот сюжет начинается летом, говорит, все, я готов по факту платить, приходит зима, уже не может. И, как показал нам, в 2013 год противников 1,9 больше, чем сторонников. И в данном случае на уровне региона, конечно, будет приниматься решение, которое будет учитывать, ну, скорее всего, большинство людей. В каком виде это будет постановление губернатора либо это будет распоряжение губернатора, я не готов это сказать, но до 1 октября соответствующее решение будет приниматься. Безусловно, мнение жителей города Кировска должно быть учтено при принятии решения этого вопроса, поскольку это напрямую зависит, мне кажется, все-таки от их желаний и воли. Понятно, что всем угодить невозможно, но мнение большинства по этому вопросу знать обязательно нужно. Я думаю, депутаты, управляющие компании, которые непосредственно работают с жителями, должны, безусловно, на каждой на своем уровне провести соответствующий опрос мнения. Депутат во время приема граждан, управляющая компания во время обслуживания домов. Обойти граждан, проблемы не вижу, узнать мнение, почему нет. Да, хотелось бы, чтобы отношение большинства моих земляков учитывалось. Вот только я сомневаюсь, что городские власти смогут получить объективный срез мнений всех жителей муниципалитета. Да и как, простите, обязать частной управляющей компании проводить какие-то опросы? Оно им надо. Более того, мне кажется, мало кто из горожан задумается, например, о том, какими могут быть последствия при принятии такого решения для ресурсника. А ведь мы на севере живем и напрямую зависим от того, насколько стабильно положение той же апатитской ТЭЦ. Мерзнуть посреди зимы, уверенно, никто не хочет. На сегодняшний день вся система подготовки к зиме ТЭЦ, апатита и энергия, в нашем случае, зачем нам говорить о высоких материалах? Она заточена на том, что средства равномерно в течение года поступают. Из них берется какая-то часть, соответственно, аккумулируется и летом производится огромная работа. Правительством Российской Федерации дано право субъектам Федерации определиться. Учитывая позицию губернатора области, которая заключается в том, что во главе всего и вся стоит человек, безусловно, это решение не будет приниматься в тиши кабинета. Оно будет приниматься с учетом многих нюансов. И мнения экспертного сообщества, и мнения профессионалов, и в какой-то мере мнения населения. На сегодняшний день предпосылок к тому, что Мурманская область уйдет на оплату по факту, нет. Мы платим по 1,12. Более того, в свою точку зрения скажу, любое новшество народ нужно к этому готовить, объяснять, очень долго объяснять. Да чего там объяснять, Николай Алексеевич? Какое дело нам, потребителям, до высоких материй? И коммерческих интересов, и проблем энергорынка? Достаточно взять свою собственную квитанцию и посчитать. Это могут сделать все. Математику в школе все изучали. Вот я, например, сейчас за отопление в своей двухкомнатной квартире каждый месяц сплачу 2670 рублей. Если эту сумму увеличить на 6%, потому что я кировчанка, а потом умножить на 12 месяцев, то получится, что за год я должна буду отдать ресурснику за отопление 33 700 рублей. И будет ли по итогам года перерасчет моих платежей за отопление, это вопрос, потому что общедомовой теплощетчик в моем доме до сих пор не поставлен на коммерческий учет. Был бы счетчик, была бы корректировка. В Кировске, кстати, всего 17 жилых домов рассчитываются по прибору, все остальные нет. Во всяком случае, по официальным данным на сегодняшний день. В Апатитах из 406 домов по приборам рассчитываются 290. Всем остальным корректировка не светит, даже если зима будет теплой. В общем, нравится мне это или нет, а эти 33 700 рублей отдать мне придется. Потому что по расчетам отдела сбыта Апатитской ТЭЦ, моя квартира за зимний отопительный сезон потребляет тепловую энергию именно на эту сумму денег. Как отдавать ресурснику эти без малого 34 тысячи, вопрос второй. Но если отдавать равными долями и каждый месяц, то с 1 июля я буду платить за тепло 2800. А вот если ту же сумму разделить на 9 месяцев, то за удовольствие не платить за тепло летом все оставшиеся месяцы мне придется отдавать по 3700 рублей. Грубо говоря, на тысячу больше. А теперь давайте приплюсуем сюда платежи за воду, свет, газ, интернет, телефон, домофон и за услуги управляющей компании по ремонту и содержанию жилья. Не знаю, как вам, дорогие земляки, но для меня это очень накладно. Согласитесь, тут есть о чем подумать. А надо ли нам такие эксперименты на себе ставить? Я лично против. И больше к вышесказанному добавить мне нечего. А сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю на канале Народного телевидения Хибины. И, надеюсь, увидимся обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова